всем привет дорогие друзья сегодня будет ролик про фикс прайс сегодня мы сделаем сходим с вами фикс прайс делаем закупочку ну и сделаем обзорчик некоторых консерв которые мы с вами там купим если интересно оставайтесь с нами ну что поехали фикс прайс вижу внизу органайзеры размер появились классные и зеркало хорошее нам это пока ничего не на поэтому так посмотрим что у них тут новое это чехол для гладильной доски на сначала гладильную доску купить о машинки классные появились всякие и кораблики и машинки тут разные потом деньги получит ваньки на открывается виска хорошо пойдем пакетики для завтрака поищем вот они вот они света пакеты ну-ка держи сумку на плечо сеноки для завтраков 18 на 28 эти сильно большие а других нету не надо именно для завтраков для заморозки ладно давай такие что ли возьмем но блин ну они большие сильно тут все остальные такие же не сильно большие 18 на 28 нет не буду все-таки играть не на кружку ох тут какие цвика классно классная кружка на кружку сломали чай зеленый возьми 4 пачечки по-моему не надо все таки знаешь еще посмотрим консервация я хочу для обзора взять мне надо мясо индейки в собственном соку вот хорошую возьмем такую она по 99 рублей давай дальше что мы посмотрим вот говядину что я не знаю давайте вот такую говядину возьмем свет она возьми проверим с вами вот по идее вот этот не болтается но давай проверим возьмем говядина супа мятая до выберем поровне но они все тут цвет такие они все таки два вот это вот она поровнее немножко дальше что мы возьмем еще на обзорчик из фикс прайса зеленый горошек но горошек у меня плохо едет поэтому не будем брать маслины в пакетик о лимон с имбирем вот это вот возьмем это классная штука ребят вообще много раз уже брала мед вот этот на детям понравился этот мед а чё он у нас 77 рублей принципе неплохой посмотрим кокосовое масло нет тефтели гуляш рулька цыпленок в собственном соку ой что-то прям как вода не давай шпроты возьмем посмотрим какие они там что мы по 27 рублей вот возьмем 1 шпроты посмотрим 2 2 возьмем проверим как они вот такие вот шпротики уже вот набрали сколько на обзор дальше килька черноморская по 27 давай тоже возьмем ее печень минтая давай тоже возьмем ее хомус хомус не а потом узнаешь все зачем маслина хотела но что-то я тут это это не вижу в пакетиках маслин ты видишь пакетиках нету чай ты взяла да а больших пачек тоже чая нету раз тут большие пачки чая были тут есть но другие ладно идем дальше что у нас тут есть тут тоже много всего о форма для кексиков сотри появились силиконовые но они очень маленькие опять а это форма для хлеба или кексиков тоже можно выпекать пишите кто уже брал как вам так но мы дальше смотрим что тут есть из напитков что-то будем брать на обзорчик проверять по вкусу нет нет давай по на следующий раз так а из этого чё ты исходишь возьми себе пить что-то но из этого тоже ничего такого нет вот что я смотрю уже давно не возьмем попробуем как она на вкус будет держи дальше что из этого мы еще не пробовали здесь сейчас с вами проверим чё ты хотела из этого попробовать хлебцы всякие халва кексики печеньки конфетки тут где-то конфетки такие интересные должны быть вот я их пока у нас не вижу молибу вот эти вот хочу попробовать они со вкусом ликерная коллекция молибу возьмем такие мы еще не пробовали на сегодня хватит корзина полная идем на косу так дорогие друзья сметалась я уже в магазин и смотрите что мы с вами взяли для обзора так но сейчас я вам покажу а потом мы сядем с вами за стол и спокойно откроем все это и посмотрим на качество товара но первое фронт чоза ни разу мы не пробовали поэтому взяли для обзора посмотрим что там внутри интересным это у меня доча взялась и крем такой тоже на пробу поэтому муж извините попался сюда дальше конфетки конфеты ликерная коллекция со вкусом молибу для взрослых вот такие вот конфетки но тоже с вами проверим по вкусу как они как конфетки молибу со вкусом молибу да ну с ликером тоже с вами проверим дальше консерв взяла ребята разных многие потому что боятся брать там консервы но я решила проверить на себе поэтому взяла на пробу вот такие вот первое это вот такая вот килька черноморская нераздельная в томатном соусе 240 грамм по идее состав вот у нее ну вот откроем посмотрим стоило она вам чуть позже расскажу по какой цене дальше говядина тушеная в собственном сагу вроде бы ничего не трясется поэтому проверим посмотрим срок годности обязательно смотрите ну вот хороший посмотрим как будет внутри откроем и все своим проверим дальше печень ментая по-приморски сделано в россии кстати гостовская вроде показано но посмотрим тоже как на вкус дальше взяли две баночки шпрот одинаковые они но такие вот шпроты написано из килька хамсы под копченой даже ухты ё-моё фортуна крым шпроты ну вот откроем с вами одну баночку и проверим дальше сколько раз уже смотрела но никогда не пробовала брать там тушенку взяла вот такую говядину в собственном соку с 525 грамм гост написано вот проверим как раз состав вроде бы более-менее так себе вот он говядина говяжий жир соль черный перец желчный компонент вот лавровый лист пищевая ценность 100 грамм и все вот этот откроем обязательно посмотрим дальше взяла вот кучу тушенку на ответе не посмотрелась эти кую дну вот прям не нравится проверяйте хорошо банки потому что банки вообще никто ужасным этом выбирали но вот все равно не досмотрели вот такое от мяса индейки в собственном соку посмотрим так и тут у нас света открыла крем вот такой вот крем олива да очень вкусно пахнет он может ногтем провести консистенцию показать но принципе она такое да впитывается но это для лица ребята ты не для рук это для лица ну вот такая вот баночка не полная но в принципе у нас наподобие уже был но немножко другой нам понравился поэтому взяли вот такую на пробу потом попозже используем да вот света покажи сюда да вот такая вот у нас была и она заканчивается уже и на пробу взяли такую потом со временем бы скажем вам как она по качеству ну вот такие вот ребят консервы что идем открывать все и пробовать так ребят пробуем вот такие вот конфеты ликерная коллекция со вкусом олива открой пожалуйста мне будет помогать дочь откроем и разломаем посмотрим какая внутри она открывает ну конфетку фантики чисто белые просто вот такая вот конфета видите даже вот в рисунок такой там есть дальше разломи и пожалуйста на пополам о трудно ломается но вот такая вот внутри она ну-ка давай попробую вкус малибу но я не знаю что такое малибу лифор как бы написано но ребят вкусные мне понравилось поэтому можно брать даже ребенок он сказал поэтому советую брать можно но обязательно смотрите даты то тут написано 18 07 21 года произведено да вот состав у него и и вот такая вот упаковочку но конфетки по идее вкусные дорогие друзья открыли мы с вами мясо индейки вот такое вот и смотрите какая у нас консервация внутри такое на эти смешанная консерва есть вот косточки вот косточка сейчас даже попробую так поближе показать эти вот косточка туда есть вот здесь вот видно кость ну и вроде бы мясо есть а вроде бы непонятно вроде бы одни косточки как бы не но вот есть есть вот видите волокнистое мясо даже нашла и кости 5 вот она косточку ну да тут и косточка и мясо сейчас попробуем на вкус и скажу вам принципе чувствуется немножко приправы вот так вот это вот это мясо вот не знаю ничего ребят на вкус не сильно соленое такое есть можно но принципе брать можно но только то что косточки тоже есть это на эти вот раньше курица собственно ску была но мне кажется это индейка тоже наподобие такого же но она и написано в собственном соку по гвозду вроде все правильно но в целом что могу сказать могу рекомендовать эту консерву мне как бы на вкус она понравилась мяско есть и косточки из желе тут немного видите немножко сверху было снизу но принципе так нормально поэтому могу рекомендовать сейчас откроем с вами следующую консерву так что же нам но давайте мы откроем сначала легкие консервы это вот с таким ключом следующий у нас будет говядина в собственном соку индейка вы помните какая у нас вот и даже ее баночку служила чтобы вам видно было и сюда поставила специально сейчас будем открывать говядина собственном соку здесь тоже ключ нам не понадобится открывашка здесь специально есть у них ключ это по идее удобно и сейчас посмотрим вот такая вот у нас консерва внутри сверху сало-сало-сало да ну тарелочка наша готова мы сейчас все это вывалим тут по идее вот сверху видео то что мы у меня в холодильнике ночь простояло я уже снимаю это на следующий день поэтому у меня немножко подмерзла ну вот видно что мясо по идее есть но не так уж уже ли как много ребят вот желе вот смотрите как много желе вот это вот все сбоку это все желе вот она специально сейчас так вот все достала из банки как видите эти вот сбоку вот это вот все желе а кусок мяса вот он сейчас поближе вам даже поднесу вот кусок мяса остальное видите все желеха желеха и я бы сказала так мясо эти тут смесь наверно какие-нибудь остатки перекрутили и все я даже мясо то здесь найти ребят не могу тут в самом какая-то странная субстанция видите вот она видно что непонятно чё ну сейчас попробуем на вкус вот взяла немножко попробовать на вкус не ребят на вкус она вообще не вкусная вот если мясо индейки мы там находили с вами волокнистая мясо и она на вкус приятная вот этот вообще обе я не советую вот этот говядину брать она не вкусная мясо тут нормального нет тут какая-то субстанция поэтому не берите ребят она очень плохая и не советую мне она вообще не понравилась больше никогда в жизнь ее брать не буду а индейку буду индейка очень вкусная так ну что дорогие друзья вот из этих двух тушенок могу сказать индейку берем говядину мы не берем бе фу как больше и и даже вообще в жизни индейку следующий раз когда буду фикс пресс обязательно куплю ну давайте раз по говядине пошли давайте уж до конца испортим вот такую возьмем говядину тушенка в собственном соку тоже тушеная тут нет ключа поэтому вооружилась я консервным ножом и сейчас мы с вами ее откроем ну а вы обязательно пишите свое мнение как вам так крышечку мы убираем вот так вот сверху сало тоже но у нас есть тарелочкой ножик желеха вылезла от полностью желеха здесь мне кажется то же самое будет что это ой очень много ребят желе просто вот все банка пустая так теперь давайте будем смотреть вот встретить желеха прям вот она вот желе очень много ну вот что мне здесь радует тут нет такой субстанции тут волокнистые ребята мясо эти вот она волокнистые мясо вы извините не привыкла в камеру смотреть принципе так шкурка вот она видна шкурка но уже получше чем-то но сейчас попробуем конечно своем еще на вкус давайте вот этот вот кусочек тут волокнистые вроде мяско сейчас попробую и скажу да видите откусила волокнистое мясо ребят что могу сказать вот это вот тушенка вкусная намного вкуснее чем вот это вот говядина мне даже понравилось ее можно просто так поесть можно сварить из нее что-то вот это вот я могу посоветовать тушенка она очень вкусная даже лейки здесь много ну ничего будет сок вкусный супик сварить или картошечку пожарить или макарошки сделать тушенкой на ура в целом это тушенка мне понравилось ребята вот эту тушенка мне очень нравится поэтому ребят вот эту можно брать сейчас будем приступать к следующим так ну что давайте на следующем попробуем печень минтая или нет давайте сначала на чуть-чуть делаем мы с вами сделаем франчозу и поставим ее настаиваться потому что есть равно настояться на а потом мы будем с вами делать печень минтая сейчас я ее залью кипятком и вернусь к вам будем открывать печень так ну что дорогие друзья заливаем наши франчозу кипяточком я не знаю сколько на но вот как бич пакетная надо вот так вот нальем сейчас немножко размешаем с вами болты болты сделаем вот так вот болты болты и отставим в сторону пускай она у нас запаривается напишите пожалуйста я насколько знаю что там несколько разных коробочек есть а вы напишите какая из франчоз вообще вкуснее и вообще как она вам на вкус кто-то пробовал такую или нет так отставляем сюда пускай она у нас делается мы с вами откроем печень минтая тоже сделано по госту дальнем востоке на добывание рыбы и производственной консервы так у нас еще шпроты кстати остались ребят с вами открыть поэтому мы сейчас с вами все это протестируем и скажем что фикс прайсе можно брать а что нет а вы пишите нравится вам или нет такие видео я для вас потому что стараюсь беру своим желудком не жалею беда мой желудок ну ничего зато вы с потом с легкостью такая вот крышечка так ну что но это паштет здесь вот видно что это подать и вроде все в порядке однородная субстанция на вкус я сказала не очень чувствуется печень минтая вот состав захотите остановите печень минтая измельченная соль пищевая и все да ну так себе состав хороший ну я не люблю из честно вот такие консервы вот так себе поэтому так то она принципе хорошая можно советовать но только то что это смотрите обязательно дату я дату на каждой консерве смотрела ну паштет как паштет просто на все машинка может и попробовать искать вкусно или нет так себе тоже машине понравилось вот ребят это надо на любителям могу так сказать ну что сейчас с вами откроем последние наши шпроты откроем у меня тут уже даже сына прошел он шпроты у нас обожает но сейчас посмотрим да и интересно какие там большие или маленькие будут рыбки поэтому так консервацию пока сюда постоянно вот могу сказать паштет тоже можно брать на любителя до тарелочку пока отодвинем с вами откроем шпроты и скажем что они там у нас ой баночка маленькая ножкам неудобно крутить но я стараюсь ребят для вас поддержите поэтому меня лайком просмотром комментарии тяжело открывается кстати так ну что пришлось порезать консерву по полной программе ну что могу сказать рыбка здесь мелкая как видите очень-очень мелкая неоднородная такие круче отходы положили сюда и все ладно ребят сейчас вы были на тревочку и посмотрим рассол есть сюда последнего так вот такая вот у нас тут рыбка есть целенькие вот ровненькие да вот например ну это мелкая очень вот такая вот это мы с вами взяли дешевые шпроты по 27 рублей там есть еще подороже мы обязательно в следующий раз вам с вами возьмем подороже на экспертизу тоже на нашу человеческую да они на их не ну вот сейчас попробуем в целом на вкус не ребят нормально ну подожди ванечка но есть немножко на этим такой я бы сказала небольшой совсем незаметный привкус горечи вот рассол сейчас посмотрим не ребят нормально сладость даже есть в этой консервации можно так взять вот такие вот шпроты можно по идее брать это уже на ваше усмотрение если у вас кошелек позволяет взять подороже то берите подороже ну а так вот я бы конечно вот такие мелкие бы не стала бы больше брать то что мелкие на бутерброды их не сделаешь некрасиво будет но если только так поесть то можно по сути ну что дорогие друзья у нас осталось с вами попробовать фрунчозу сейчас мы с вами отодвинем вот так вот и будем смотреть она у нас пока мы с вами обозревали две консервы она у нас запаривалась то вот такая вот она получилась ну чё то найти насколько я знаю фрунчоза длинная должна бы да но не мелкая здесь ну вот вермишелька обычная мелкая вермишельку вообще конечно горячая ну что скажу нету соли соли вообще здесь нету вот это вот вермишелька еще видимо плохо бы запарилась что ли твердоватая и томатный соус соли здесь вообще нету как будто на эти забыли положить но вот я бы сказала что она такой цены не стоит я бы не рекомендовала вам ребята скажу вот так вот мне не понравилось коробочка такая вот в целом давайте посмотрим что мы сегодня брали и что мы с вами обозревали да что можно брать вот печи минтая можно по сути брать но на любители мне она как бы так не очень мясо индейки тоже вкусное мясо говядина не вот эту большую банку не рекомендую она не вкусно там непонятная субстанции очень много желе не рекомендую ребят вот честно говорю вот это вот говядина вот эту говядина повкуснее мне нету почти приправ у нее волокнистое мясо желе мере допустимого и вкусное на вкус дальше шпроты ну как вы видите там уже судить вам но я например больше брать не буду их и фрунчоза фрунчоза мне вот это вот зеленая вообще не понравилось с грибами она там уже вам смотреть напишите пожалуйста такая фрунчоза должна быть мне кажется там должна быть длинные спагетти а здесь вот мелкая вермишель к можно так сказать да поэтому если вам понравилось такое видео напишите хотели бы вы такие еще видео то я обязательно у нас есть магазин монетка пятерочка магнит фикс прайс мы их обязательно там протестируем продукты но вы пишите если понравилось ставьте лайки пишите обязательно ваши комментарии что вы из этого брали что вам понравилось ну и всем грим пока пока